Василий Васильевич Розанов, живший с 1856 по 1919 год, один из самых своеобразных представителей русского философско-религиозного возрождения конца прошлого и начала XX века. По словам Николая Бердяева, Розанов был одним из самых замечательных в русской литературе явлений. Прибезительно также и всегда с эпитетом «гениальны» оценивали Розанова такие выдающиеся русские культурные деятели, как Мережковский, Гиппиус, Блок, Белый, Шкловский и другие. Его языком и стилем восхищались Ремезов, Шестов, отец Василий Зиньковский и Святополк Мирский. Для других Розанов был антисемитом, реакционером, ярым обличителем христианства и т.д. и т.п. Явление Розанова исключительно сложное. Его произведения при гениальном даре обращения с языком еще при жизни его вызывали резкую полемику между его почитателями и врагами. Недавно в издающемся в Лос-Анджелесе русскоязычном еженедельнике «Панорама» была напечатана статья «Розанов как религиозный философ», принадлежащая Перу публициста Бориса Парамонова. Содержанием этой статьи мы вас сейчас и познакомим. Василия Васильевича Розанова, пишет в начале своей статьи Борис Парамонов, трудно назвать философом в строго формальном смысле этого слова. Его даже трудно назвать писателем. В сущности, он был журналист, газетчик. Бердяев говорил, что Розанов – гениальный писатель, испорченный газетой. И все-таки, если не по формальным признакам, то по размаху мышления и значительности своих тем Розанов был подлинным философом, причем философия его имеет глубокий религиозный смысл. Чтобы лучше понять Розанова, пишет далее Борис Парамонов, полезно спроецировать его темы на уже знакомые, поставить его в какой-либо ряд. Хотя, конечно, Розанов был, что называется, из ряда вон выходящим явлением, и трудно его с кем-либо сравнить. И все-таки его можно поставить в ряд, обнаружить его традицию, стиль мышления, близкие ему в русской литературе. Этот ряд и эта традиция – славянофильство, безусловно, но не в том расхожем смысле, который связывается исключительно со всякого рода националистическими эскападами, а в более глубоком и более правильном. Славянофильство в этом смысле следует понимать как своего рода русский вариант ветхозаветного иудаистского типа мировоззрения, с его установкой на первоначальные реалии бытия, с его склонностью к ощутимой материи мира, взятого, однако, не в грубо-сенсуалистском смысле, и не в эстетически чувственной его трансформации, как у древних греков, а в усложненно-этическом преобразовании, когда сам Бог понимается прежде всего как источник бытия, когда бытие, плоть мира, воспринимается и переживается сакрально. Одна иллюстрация поможет понять, в чем тут дело. Есть знаменитая сцена в финале Толстовской войны и мира, когда Наташа, ставшая женой Пьера и матерью многочисленного семейства, с облегчением показывает мужу детскую пеленку, которая не зеленая, а желтая. Дмитрий Мережковский в своей книге о Толстом и Достоявском написал, что эта сцена важнейшая у Толстого, рисующая его как могучего стихийного гения, своего рода языческого бога, покровителя жизни во всех ее проявлениях. Это заявление Мережковского шокировало публику, как, впрочем, шокировало ее и упомянутая сцена из «Войны и мира», да и сейчас, похоже, шокирует русских, как говорил Владимир Набоков, чопорных читателей. Толстому, однако, все это скоро простили и забыли, тем более, что он от своего первоначального могучего язычества ушел в отвлеченную моральную проповедь и написал Крейцеру сонату, в которой элементарные жизненные состояния вызывают у него уже не восторг, а отвращение. И вот, сказал бы я, тема толстовских пеленок — это и есть тема Розанова, которую он не только подхватил у этого нашего гения, но и сам развил в богатейших и разнообразнейших вариациях. Можно даже, пожалуй, сказать, что сам Мережковский в своей трактовке Толстого следовал Розанову, испытав большое влияние со стороны последнего, ибо Розанов, этот учитель истории и географии из провинциальной Елецкой гимназии, был подлинным отцом знаменитого нашего религиозно-культурного ренессанса начала XX века. Розанов нашел тему, которую он не то что наполнил религиозным смыслом, но в которой он этот смысл обнаружил, как имманентно там присутствующий. Это тема пол, секс, как сейчас принято говорить, половая жизнь, деторождение, семья. К теме этой он подходил исподволь, что и неудивительно было, принимая во внимание викторианские нравы конца прошлого века, когда начал писать Розанов. Начал он с вопроса о так называемых незаконорожденных детях, и тут нашел место для своего пафоса. В этой теме Розанов обнаружил жгучее противоречие между элементарными и в этой элементарности сакральными реалиями бытия и мертвым формально-юридическим легализмом, характерным для тогдашней общественной жизни в этом вопросе. Отсюда развернулся конфликт Розанова с православной церковью. Вспомним, что вопросы семейно-брачного права были тогда в руках церковных консисторий, и далее с христианством как таковым. Розанов обвинил христианство в глухоте к этим основным реалиям бытия, в равнодушии и даже враждебности к самой жизни. «Христианство лишило мир его естественной сладости», — говорил Розанов. «Мир – прогорк во Христе». Так называется одна из розановских статей «Об Иисусе сладчайшем и горьких плодах мира». С годами критика эта развертывала все более и более, пока, наконец, Розанов не обвинил христианство в том, что это «религия смерти». Об этом написана одна из самых спорных и острых книг Розанова «Темный лик. Метафизика христианства». В связи с темами пола и христианства стоит у Розанова и третья важнейшая тема его творчества — еврейство. Отношение Розанова к еврейству было, как сказал бы современный психолог, амбивалентным, то есть включало в себя противоречивые, взаимоотрицающие чувства. Это была любовь-вражда. Но все же трудно назвать Розанова антисемитом, потому что любовь превалировала над враждой. Розанов говорил, что евреи — это единственный народ в мире, который, как он написал, догадался о святом в брызге бытия. Завет евреев с Богом Розанов трактовал как «религиозно-половой союз», в котором еврейский народ играет роль женского начала. Пример Розанова, пишет далее Борис Парамонов, демонстрирует, сколь опасной может быть канонизация всех первореалий бытия, этот религиозный материализм вне отнесения бытия к духовному его измерению. Дух всегда в некотором смысле отрицает материальное бытие. Отрицает, можно сказать, в гегелевском смысле. Вспомнив знаменитую гегелевскую диалектику бытия и ничто, единство которых есть становление, то есть движение, развитие, история, если угодно. Вот этого важнейшего смысла и значения негативного начала в бытии Розанов не ощущал. Отсюда все его ошибки, в том числе враждебность к христианству. В книге «Апокалипсис нашего времени», бывшей откликом Розанова на большевистский переворот, он сказал чудовищные слова о том, что Россия пала в пустоты, созданные в мире христианством. Розанов не понимал того, что следует понимать в первую очередь, говоря о христианстве, что эта религия не просто духа, а святого духа, и что она отнюдь не враждебна плоти мира, а только говорит о ее преображении и обожении как норме ее бытия. Да и в еврействе Розанов не понял того же, что и в христианстве. Именно, что нельзя сводить еврейство к ветхозаветной ритуальности и к патриархальным добродетелям, что оно далеко вышло за пределы родовой жизни, породив в частности тоже христианство. Другими словами, пишет Борис Парамонов, Розанов не уделял достаточного внимания тому факту, что человечество существует не только в природном бытии, но и в культуре. Чтобы оценить Розанова адекватно, надо учитывать два обстоятельства. Во-первых, то, что гений, а Розанов был несомненно гением, не обязательно всегда должен говорить истину. Сам Розанов говорил о себе, я пишу не на гербовой бумаге. И во-вторых, нужно увидеть все-таки жгучую актуальность розановской темы, несмотря на все его перекосы в ее трактовке. Розанов великолепно ощутил то, что можно назвать издержками так называемой репрессивной цивилизации. Он понял, что новоевропейская культура построена на подавлении, на репрессии чувственно-душевного начала в человеке. Отсюда пошел его витальный бунт. Актуальность тем Розанова, пишет заключение автор статьи, подтверждается, между прочим, всей обстановкой нынешней западной жизни, в том числе знаменитой сексуальной революции, которую отнюдь не следует понимать в упрощенном смысле как проповедь и практику половой распущенности, но как вот этот витальный бунт против отчуждающих и подавляющих человека норм жизни в современном так называемом индустриальном обществе. Эта тема куда шире привычного противопоставления капитализма и коммунизма. И она имеет религиозный смысл, поскольку она озабочена о человеке и его выживании в современном угрожаемом мире. Таково содержание статьи Бориса Парамонова «Розанов как религиозный философ», опубликовано недавно в издающемся в Лос-Анджелесе русскоязычном еженедельнике «Панорама». Вы слушаете «Голос Америки из Вашингтона». Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». Василий Розанов, которому был посвящен только что переданный нами очерк, родился в 1856 году в городе Ветлуге, в Камстромской губернии, в бедной семье. По окончании Московского университета он стал учителем истории и географии в провинциальной гимназии. Его первое произведение «Большой философский труд о понимании», вышедшее в 1886 году, не имело успеха. Рядом дальнейших произведений он обратил, однако, на себя внимание, и это помогло ему переселиться в Петербург, где он сперва устроился на государственной службе, а затем с конца 90-х годов в качестве сотрудника газет. Своими писаниями по брачному и семейному вопросу Розанов оказал влияние на смягчение русского законодательства о незаконных детях. Василий Розанов скончался в разгаре большевистской революции, в совершенной нищете в Сергиевом Посаде, ныне Загорск, в доме своего друга отца Павла Флоренского. Как мы видели из переданного нами очерка Бориса Парамонова, религиозное творчество Василия Розанова носит характер внутреннего борения с самим собой. И при всей дерзости своих почти еретических мыслей он перед смертью благочестиво исповедался и причастился к святых христовых тайн. Главные произведения Розанова, опубликованные в России, были «Легенда о великом инквизиторе», «В мире неясного и нерешенного», «Семейный вопрос в России в двух томах», «Около церковных стен», «Темный лик», «Люди лунного света», «Опавшие листья», «Уединенная» и «Апокалипсис» нашего времени, вышедшие в год русской революции. Сейчас мы предложим вашему вниманию отрывок из книги Розанова «Темный лик». Предлагаемый отрывок «Святость и смерть» мы извлекли из собранной Сергеем Франком антологии из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века, изданной в 65 году в Соединенных Штатах товариществом зарубежных писателей. Мы передаем это эссе Розанова, чтобы дать вам представление о мысли и стиле Розанова, а не как учение православной церкви, которое, вполне возможно, некоторые мысли философа осудило бы, как не отвечающие святоотеческому духу. Итак, переходим к чтению отрывка «Святость и смерть» из книги Розанова «Темный лик». Мощи вовсе не есть что-либо обрубленное в самом себе, не есть разрозненный и одиночный факт. Они глубочайшим образом затканы во всем составе христианства, целости мысли его. Чудные наши заупокойные напевы, не есть ли уже некоторое предуготовление к идее мощей? Не есть ли некое ожидание или мечта о святости, наступившей для умершего? Не святости, но почти святости. Все, что живет, грешно, а что не живет, более, избежало греха. Все, что рождается, нуждается в очищении. А смерть и есть настоящее очищение, наступающее для «я». Есть в человеческом составе смертный человек, и есть в человеческом составе бессмертный человек. Смертный человек метется, суетится, тревожится, любит, ненавидит, и все это грех. Не есть человек, и же не согрешит, а щи и миг единый проживет, поется в одной церковной песне. И, например, новорожденный человек полон греха, и если умрет до крещения, не пойдет в светлое место рая. Обратно этому, чем ближе к смерти, больше святости. И весь народ говорит, хорошо пострадать, страдания нам посылает Бог. То есть, в страданиях святость. Благочестивые русские, я много раз слыхал, боятся умереть внезапно, и даже боятся и не хотят умирать безболезненно. Когда мой покойный брат умер в постели ночью, заснул, не проснувшись, от разрыва сердца, и я принес это известие к себе в дом, то родственница, его очень любившая, залилась слезами. Я удивился. Что без покаяния умер, но ведь это непроизвольно, и тут нет греха, возразил я. Как без покаяния, не в этом дело. Но как страшно умереть, не переболев, не выболев грехов своих, не пострадав. Так животные умирают. Во всяком случае, вот воззрение. Все построение христианской святости приурочено к смерти. И святой затворник, спасающийся в пустыне, построит в себе гроб, с любовью и без страха смотрит на него, на ночь в него ложится. Этому настроению святости и отвечают мощи. И вот от чего они равно есть у нас и у католиков. И нет их только у протестантов, вообще не имеющих самой идеи святости и образа и прототипа святого человека. Когда святой человек умер, то, собственно, двигавшиеся, боявшиеся, метущиеся, смущенный ум и колеблющееся сердце, от него отлетели. Но есть некий малый остаток его бытия в гробу, образ бытия Христа в гробу. И вот это уже благоухает нетленной святостью. Сообразно с общим построением религии, мощи святее храма, святее молящихся, святее церковной службы. На частице святых мощей становится престол в алтаре, святейшее место всего храма. Ибо без мощей нет ни храма, ни литургии, ничего. Таким образом, это вовсе не есть часть православия, а краеугольный камень его. И потрясти, или самому поколебаться в вере относительно мощей, значит, сдвинуть с места все православие. Все наши церковные напевы таковы, что в них как бы умерли все стихии земные. Нигде удара голоса, восклицания, ничего горячего, страстного, то есть могучего и благородно страстного, что для музыки доступно и выразимо. Все спокойно, тягуче звучит, но уже бесстрастными звуками. Нервы и крови, жизни и бытия, в пении нет. Как бы это поют лики угодников из-за золотистых рис своих. И пение это прекрасное, особенное, неземное пение. Таким образом, вот даже и такая подробность, как церковная музыка, приурочена тоже к мощам. Есть как бы звуковой венчик на лбу почившего. И все вытекает из общей и главной мысли христианства, что Господь в гробу. Мы передавали «Святость и смерть» — отрывок из книги «Темный лик» русского религиозного философа начала этого столетия Василия Розанова. И на этом мы заканчиваем еженедельную программу «Религия в нашей жизни», которую составил священник Виктор Потапов. Сердечно и от всей души приветствую всех наших дорогих слушателей наступающим Новым Годом. И желаю, чтобы в 86-м году Господь не спасал бы всем нам благоденствие и мирное житие. Субтитры создавал DimaTorzok